В одном из сообществ Целикамска накопилось достаточно жалоб на кондукторов, высаживающих детей из автобуса по поводу и без. Возмущению нет предела. Кондуктор высадил ребенка из автобуса, потому что 10 рублей были в бумажном виде, а не монеткой. Перевозчики, вы куда смотрите? Кого набираете в персонал? Или если это незащищенный ребенок, можно высадить из автобуса? Двое детей 9 лет ехали из Клистовки до центра. У моей дочери была карта транспортная. Она оплатила за себя. Ее подружка-одноклассница заметила, что из кармана пропали деньги. Моя дочь решила за нее заплатить, но кондуктор сказал, что не положено, и высадил ребенка на коллице. Если ты прочитаешь эту смс, я имею в виду кондуктор, так знай, мы так это просто не оставим. Утром моего брата-первоклассника высадили из автобуса за то, что он сидел и играл со своей одноклассницей в камень-ножницы-бумага. Кондуктор посчитал, что это очень громко, и высадил его из автобуса в центре, а ребенку надо было ехать до Клистовки в школу. На предложение выйти с нами на связь и стать героями сюжета все авторы этих постов дружно отказались. Мы прокатились на одном из автобусов, и за время нашей поездки все юные пассажиры оплатили проезд, а более старшие вспоминали, были ли на их памяти случаи высаживания кондукторами малолетних безбилетников. Нет, не было такого. Было, что не было денег с собой наличными, но кондуктор к этому нормально отнеслась, и тогда не высадила, то есть я доехала спокойно. То есть такого не было. Нет, не было таких случаев замечено. Нет, тоже не было. Нет, не было, не было. Вот один раз на черную, когда я ехала, там, значит, кондуктор, у мальчика не хватало сколько-то денежек до билета, до половодова, мне кажется. Его кондуктор не высадила, но она сказала, что в следующий раз, чтобы были деньги. Он тут же позвонил маме по телефону, но ее предупредил. В жизни кондуктора Александры Мальцевой частенько бывали случаи, когда в автобусе ехал ребенок и не мог оплатить проезд. Но реагирует она каждый раз одинаково. В таких случаях, конечно, я их не высажу, потому что, во-первых, я сама мать двоих детей, во-вторых, я сама билет отрываю и потом вкладываю просто, и все. Уверен в своих сотрудниках и начальник отдела эксплуатации ООО «Транссервис». Да, у нас, конечно, были такие случаи, жалобы там ВКонтакте, но девчонки наши, все кондуктора, все до единого стараются, наоборот, помочь ребенку, наоборот, там, деньги добавить, провести бесплатно, посмотреть там, чтобы не проехал свою остановку. Вот, на самом деле, за своих девчонок, как бы, ручаюсь. В любом случае, все спорные ситуации фиксируются и разбираются. Для этого в администрации города даже заведен специальный журнал. В первую очередь необходимо сообщать по телефону 702-95 отдела энергетики и транспорта. Каждая ситуация рассматривается индивидуально, то есть мы созваниваемся сразу же с перевозчиком. Перевозчик нам предоставляет отчет о проделанной работе и объяснение от кондуктора, от водителя. То есть, если есть очевидцы, мы опрашиваем очевидцев. Мы также идем на контакт и, возможно, даже встречи с тремя лицами, то есть пострадавшие, администрация и перевозчик, допустивший, либо не допустивший там свое нарушение. Будет ли скоро жалоб больше? Телефон на всякий случай повторим. 7-02-95. Официальный запрет на высаживание малолетних безбилетников из автобусов вступит в силу 7 марта этого года. Об этом уже уведомлены все местные перевозчики, говорят в администрации. В любом случае, кондукторы имеют право требовать от пассажиров документы, если сомневаются в их возрасте. Если вместе с ребенком едет взрослый и отказывается оплатить проезд, то им придется выйти на ближайшие остановки. Но есть и другой аспект. Зачем тогда сейчас оплачивать школьникам проездные, если их и так нельзя будет высаживать? Были такие случаи, что ребенок не оплачивал несколько раз проезд, когда уже все равно одни и те же ездят, запоминаешь. А мама сидела через сиденье сзади. И потом, когда женщина с кондуктором начала разговаривать, она просто ей сказала, говорит, давайте я за него заплачу, я его мама. А почему у вас ребенок ездит? Она просто пожала плечами и все. Бывают и такие случаи. Разбирались в непростой и актуальной ситуации Олеся Петровичева, Кирилл Литвин и телекомпания Соль-ТВ.